Говорит Черкесск Доброе утро! На календаре четверг, 24 мая. В студии Рита Нерова. И вот что главное сегодня. Исполнение бюджета, подготовка и проведение единого государственного экзамена, организация летнего отдыха детей и многое другое стали ключевой темой встречи первых лиц республики. На площади 5 гектаров в Карачао-Чехесе будет создан лесной питомник. В республике зарегистрировано более 1 тысячи случаев заболевания ветряной успы. Российские воздухоплаватели совершили первый в истории 100-километровый перелет на воздушных шарах над главным Кавказским хребтом. Ну и далее об этих и других темах. Глава Карачао-Чехесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с председателем правительства Асланом Озовым по текущим вопросам социально-экономического развития региона. Обсуждены также ключевые темы, над которыми сконцентрирована работа отраслевых министерств. Это исполнение бюджета, подготовка и проведение единого государственного экзамена, организация летнего отдыха детей и летнего туристического сезона и другие. Премьер-министр проинформировал главу региона о том, что республика качественно выполняет свои расходные обязательства, в том числе в рамках реализации майских указов президента. Выплачиваются социальные пособия на первого ребенка и многодетным семьям, в которых родился третий ребенок. Еще одно направление работы правительства – реализация поручений президента России, озвученных в его послании Федеральному собранию. Составлена дорожная карта по каждому министерству. Рашид Темрезов поручил синхронизировать этот план с задачами, обозначенными в указе президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В ходе составшейся рабочей встречи главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова с начальником погрануправления ФСБ России по республике Юрием Кудрявцевым обсуждены различные формы взаимодействия органов государственной власти региона и местного самоуправления с пограничниками. Руководитель республики поздравил военнослужащих и ветеранов погрануправления со столетиям образования службы, которое они будут отмечать 28 мая. Сам Юрий Кудрявцев отметил высокий уровень взаимодействия службы с органами власти региона и личное участие главы Карачаева Черкесии в укреплении материально-технического оснащения погранзастав и улучшении качества бытовых условий военнослужащих и их семей. В эти дни Центр поддержки предпринимательства республики проводит тренинг меры государственной поддержки финансово-имущественной консультативной в рамках программ обучения акционерного общества корпорации МСП для потенциальных и начинающих предпринимателей. В рамках уже состоявшегося образовательного мероприятия Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаева Черкесии была представлена школа молодого предпринимателя, основной идеей которой стало информирование о современных ресурсах, повышении предпринимательской грамотности и презентации программных продуктов, которые упрощают ведение бизнеса. В Карачаево Черкесии ведутся подготовительные работы для создания постоянного лесного питомника общей площадью 5 гектаров на территории земель лесного фонда Ермоловского участкового лесничества в районе села Даусуз Зеленчукского района. Питомник создается с целью выращивания посадочного стандартного материала хозяйственно-древесных пород деревьев, предназначенного для искусственного лесовосстановления. Кроме того, будет выращиваться посадочный материал для декоративного озеления городов и районов Карачаева Черкесии и соседних регионов страны. По данным Управления Роспотребнадзора по Карачаева Черкесии, за 4 месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 1075 случаев ветряной оспы среди детского населения. Поскольку заражение ветряной оспы происходит между людьми по воздуху и при этом заразность среди иммунного населения составляет практически 100%, то есть все, кто соприкасался с больным или даже находился в помещении, где был больной, заболевают. Поэтому, чтобы не заболеть, а тем более не допустить широкого распространения болезни, надо принимать определенные меры, именуемые неспецифической профилактикой. Первым и наиболее важным мероприятием является изоляция заболевшего ребенка, недопущение его контактов со здоровыми детьми. Изоляция заболевшего ветряного оспы завершается по истечении пяти дней со времени появления последнего свежего элемента сыпи. Завтра жители республиканской столицы присоединятся к четвертой всероссийской акции «Международный день соседей». В Черкесске культурно-массовое мероприятие состоится в 17 часов на улице Международной 176. Здесь будут чествовать самых старших жителей дома, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Внимание будет уделено многодетным семьям, супружеским парам, прожившим бок о бок более 40 и 50 лет, а также молодежи, всем, кто вносит посильный вклад в благоустройство места, в котором живет. В рамках праздничного вечера будут организованы концертные, игровые и спортивные программы и выставка народного творчества жителей дома. Сегодня и завтра в Карачаево-Черкесии впервые пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями Юга России. В мероприятии примут участие представители 14 региональных организаций общества инвалидов Юга России. В текущем году Всероссийское общество инвалидов отмечает 30-летие со дня своего образования. За эти годы его члены, благодаря своей активной жизненной позиции, принимали участие в формировании равной и благоприятной среды жизнедеятельности. Российские воздухоплаватели совершили первый в истории 100-километровый перелет на воздушных шарах над главным Кавказским хребтом, пролетев по воздушному пространству Карачаева-Черкесии от Домбая до селения Кичибалык. Рекордный беспосадочный пятичасовой перелет на трех воздушных шарах совершила команда «Аэронатс» в составе Александра Галкина, Сергея Латыпова, Александра Будко, Александра Маврина, Стаса Алексина и Андрея Голицкого. Аэронавты долго и тщательно готовились к ответственному полету, начав осваивать кавказский маршрут в прошлом году, перелетев хребет из Красной Поляны в Краснодарском крае в Адыгею. На этот раз команда решила начать свой перелет из Домбая и пролететь как можно дольше вдоль главного Кавказского хребта. 2 июня текущего года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» Черкеска состоится мастер-класс российского бойца смешанных боевых искусств, чемпиона России по армейскому рукопашному бою Альберта Туменовой, российского бойца смешанных единоборств, абсолютного чемпиона Бельгии и Голландии по джиу-джитсу, призера чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу Арби Мурадова. Запланирован еще ряд мероприятий с участием именитых спортсменов. Так, почетные гости примут участие в пресс-конференции, в ходе которой ответят на интересующие региональных журналистов вопросы, а также станут зрителями викторины среди молодых людей, которая будет посвящена самим спортсменам. В городе Евпаторий составился Кубок России по Олимпийскому тэквондо. С учетом командного чемпионата страны, который пройдет позже, в Крым приехали спортсмены из 67 регионов России. В их числе воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Аслана Махова в составе шести человек. В своих весовых категориях бронзовыми призерами стали Влада Пан и Аминат Шунгарова. Сборная команда Черкеска заняла первое место в первенстве Карачаева-Черкесии по Кёку-Синкай среди юношей и девушек. Соревнования проходили в пяти возрастных категориях. Первое место заняли воспитанники городской спортшколы номер шесть Милана Лемешева и Джамал Байчора. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаева-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильные дожди. Град. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. При грозе порывы до 13,18. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. Местами до 29. В горах плюс 14,19. Пожароопасность по Республике 1-3 класса. В Черкесии временами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров. А столбик термометра поднимется до 26 градусов выше 0. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Желаю вам хорошего дня. Пусть этот четверг принесет массу позитивных эмоций.